Вместо пламени – вода. Такие фокусы вполне могут устроить соседи, пригласившие в дом неквалифицированного установщика газового водонагревателя. Монтажники, приглашенные со стороны, путают между собой шланги для подвода воды и газа. С подобными ситуациями служба газа встречается всё чаще, констатирует в МОЗ «Оболгазе». Горе-мастера всегда уходят от ответственности, перекладывая все издержки на заказчика. Газопровод заливается водой, весь дом остаётся без газа. Собственники несут колоссальные расходы по ликвидации и возобновлению последствий и делают заложником своих соседей. Использование газового оборудования – это большая ответственность. В многоквартирном доме проживает не только один собственник. Иногда бывает, что из одного человека может быть отключён от газа весь дом. Натяжной потолок в кухне почти касается воздуховода газового водонагревателя. Неопытный пользователь не обратит внимания, а вот газовая служба точно мимо не пройдёт, если между ними заключён договорное обслуживание газового оборудования. Видим нарушение приближения дымохода к горючему потолку, который выполнен в виде натяжного материала. Соответственно, замечания будут предъявлены. Спать спокойно Марии Есиковой позволяет недавно заключённый договор на обслуживание газового оборудования. Перечень проверенных организаций размещен на сайте ГОЦ жилой инспекции. Колонка у нас стояла в ванной, мы переселились сюда, она стояла. Вот, перенесли сюда, на эту сторону. Вот, ради нашей безопасности. Или удобно, хорошо. И мыть перфим спокойно. В другой квартире профессионалы своего дела не допустили установку газового нагревателя в закрытом мебельном шкафу. Газоиспользующее оборудование должно находиться на безопасном, с точки зрения пожарной безопасности, расстоянии от легковоспламеняющихся предметов, в том числе мебели. В многоквартирных домах также должна исправно работать система вентиляции. За её техническое состояние отвечает управляющая компания. Вот крышка прочистного кармана дымохода. Значит, жители должны регулярно прочищать. В настоящий момент здесь чисто всё. Крышка должна плотно закрываться. Проверка тяги вентиляционных и дымовых каналов проверяется следующим образом. Берётся листочек бумаги и прикладывается к вентканалу. Если листочек бумаги прилипает, соответственно, тяга есть. Вентиляция исправна. Особые требования предъявляются к самому главному газовому прибору – кухонной плите. Чем старше плита, тем чаще её должен осматривать мастер. Нормативный срок эксплуатации, установленный заводом-изготовителем, не более 14 лет. У каждого газоиспользующего оборудования есть нормативный срок эксплуатации. Он прописан в паспорте. Соответственно, абонент обязан просматривать свои сроки. Установка газовых приборов – ответственная работа, в надёжности которой пользователь должен быть уверен даже спустя десятилетия. Избегайте непрофессионалов. Их красивые утверждения гарантии не более чем слова. Михаил Налётов, Игорь Поляков, Щёлковское телевидение.